Летом они получили дипломы бакалавров, а сегодня им вручают лейтенантские погоны. Юноши и девушки обучались военной специальности почти три года. Они признаются, иногда было тяжело, но от этого становилось только интереснее. Студентов обучали кадровые офицеры, которые передавали свой многолетний, в том числе и боевой опыт службы в войсках и эксплуатации техники. Офицеры востребованы всегда, везде и в будущем продвижении карьерной лестности, возможно, тоже пригодится. Либо же, как запасной вариант, пойти услужить в армию. Когда я узнала, что у радиоинвестия есть военная кафедра, я не задумываюсь, пошла туда. Военная кафедра, наверное, научила быть сильной, быть уверенной и, наверное, все-таки какое-то немножко у меня, в моем мировоззрении. Офицерские погоны получили 105 человек. Теперь они носят гордое военное звание лейтенант. Вместе с этим их одновременно зачисляют в запас. Но офицеры могут в добровольном порядке поступить на военную службу по контракту. В трудоустройстве им также помогает кафедра. Выпускников ждут не только в вооруженных силах, но и в других силовых структурах. Достаточно высоко ценят именно за их фундаментальную инженерную подготовку. То есть они быстро осваивают любой тип вооружения и техники. А в течение буквально полугода, так сказать, подтягиваются по строевой выучке. И уже ничем не отличаются от кадрового офицера. А в некоторых случаях и даже отличаются в лучшую сторону. Именно по своим глубоким знаниям. Радиотехнический университет является ведущим вузом страны радиотехнического направления с мощными школами подготовки кадров для гражданского и военного секторов. Военная кафедра университета готовит офицеров и солдат запаса для вооруженных сил, специалистов войск связи и специалистов по радиоэлектронному оборудованию войск ПВО. Военный центр готовит офицеров, которые распределяются в армии. И они как минимум будут служить по контракту в армии три года. Военная кафедра готовит офицеров и солдат запаса. Поступить на военную кафедру Рязанского государственного радиотехнического университета может студент второго курса очной формы обучения. Его ждет конкурс. Если речь идет о подготовке по программе офицеров запаса, нужно внимательно посмотреть та специальность или направление, на котором студент учится, попадает ли в такой перечень военной кафедры. Если не попадает, они могут проходить, это уже все, программу по подготовке солдат и сержантов запаса. Если офицер запаса, он должен отучиться полтора года в университете, сдать три сессии и пройти конкурс. Оценивается как спортивные показатели, так и учеба. Средний балл студента должен быть выше четырех. С кандидатом на обучение заключается договор. Обучение на военной кафедре бесплатное. Стоит отметить, что радиоуниверситет единственный вуз в Рязани, где существует военная кафедра и где студенты могут получить как гражданскую, так и военную специальность, а по окончанию вместе с дипломом иметь на руках и военный билет. Более подробно о программах подготовки можно узнать уже в это воскресенье, 25 ноября в 12 часов на дне открытых дверей. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В России.